А шестилетний Савелий из Челябинска пообщался с президентом Владимиром Путиным до прямой линии. Встреча прошла тет-а-тет в одной из московских клиник. Туда мальчик попал из-за серьезной болезни почек. Потребовалась пересадка. Сейчас малыш восстанавливается после операции. И выздоравливать ему помогают положительные эмоции, полученные от общения с президентом страны. Артур Ишпулатов продолжит. Да, шутит и общается. Даже с Путиным умеет шутить, да? Воспитатели и заведующие детским садом номер 435 восторженно умиляются. Пересматривают самый популярный ролик в стране за последние дни. Их воспитанник Савелий Крикунов без стеснения разговаривает с президентом. Удивляются, нашел общий язык из головой государства. Хотя общительность делится педагоги главная черта мальчика. Он любимчик группы. Друзей практически, наверное, вся группа. Потому что он у нас такой неповторимый, незабываемый, можно сказать. Поэтому все его очень любят. И друзей полна группа. В эту группу Березка Савелий ходит с двух лет. Садик очень любит. Постоянно участвует в олимпиадах и веселых стартах. Но больше всего ребенок, как и все мальчишки, любит гулять, пинать мяч и играть в салки. Но с недавнего времени маленький Сава в садик не ходит. Все время проводит в больницах. В одной из московских клиник и случилась встреча с Владимиром Путиным. Здравствуйте, вы президент? Да. Савелий. Добрый день, Савелий. Как ты себя чувствуешь? Вот так легко и непосредственно Савелий беседует с президентом. Ни капли не рабея, мальчик уточняет, действительно ли перед ним Владимир Путин. Удостоверившись, начинает рассказывать о себе, что скоро его переведут в общую палату, и он полетит с родителями домой, на самолете. Потерпи немножко, скоро домой поедешь. У него уже планы. Полечу. Самолет. Ну, хорошо. Я живу в Шелядовске. Ну, хорошо. Далеко отсюда. Далеко, хороший город, большой. Но ты школу не даешь. Савелием Крикуновым Владимир Путин знакомится во время визита в Морозовскую больницу. Смелость мальчика президента явно покоряет, и он продолжает расспрашивать малыша. О любимых мультиках, журналах и о самочувствии в финале разговора растроганный президент целует Савелия прямо в макушку. Родители Савелия, смелости сына, ничуть не удивлены. Говорят, характер с детства такой неугомонный. Кстати, к приезду главы государства семья Крикуновых никак не готовилась. О визите Путина узнали всего за два часа. Причем от сотрудников охраны президента никаких рекомендаций о том, как себя вести или что спрашивать не было. В Морозовской больнице шестилетний Сава пережил пересадку почки. Донором стал его же собственный отец, причем болезнь почек у ребенка обнаружилась случайно. В ноябре прошлого года мальчик заболел баронхитом. Врачи посоветовали сдать общий анализ крови и мочи, пройти УЗИ. Оно и выявило поражение почек. Мальчика госпитализировали, но лечение не помогло. Все новогодние праздники и каникулы Савелий провел в реанимации в коме на искусственной вентиляции легких. Через время ему стало лучше, и родители забрали сына домой, готовятся к трансплантации почки. Это единственное, что помогло спасти жизнь Савелию. Но провести операцию могли только в Москве, поэтому родителям дали квоту на лечение. В итоге операция прошла успешно. Возможно, да, он поступит опять в Челябинскую областную детскую больницу, если будет необходимость. Он житель города, поэтому вся помощь будет ему указана на территории города. Ребенку не надо будет уезжать в область, поэтому доступность еще больше. Через две недели медики будут снимать с Савелию швы. И, скорее всего, отпустят домой в Челябинск на полмесяца, а потом снова в Москву делать биопсию, смотреть, как приживается почка. Артур Ишпылатов, Маргарита Хижняк, ОТВ.